Беседа 24, 276, 7, 21. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Почему Спаситель не сказал, но отворящий волю мою? Потому что на первый раз довольна была, чтобы и первая мысль принята была слушателями, а последняя была слишком высока для их слабости. Впрочем, с первой мыслью заключается и последняя. Притом и тот должен сказать, что воля Сына неразлична от воли Отца. Но здесь, кажется мне, Спаситель главным образом касается иудеев, которые все полагали в догматах, а о жизни немало не беспокоились. Потому и Павел обличает и говоря, «И ты называешься иудеем, и почиваешь на законе, и хвалишься Богом, что разумеешь волю Его. Но пользы для тебя в том нет никакой, когда не видно того из жизни и дел твоих». Однако же Христос не остановился на указанных словах, но сказал еще и гораздо более. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? То есть не только тот лишается Царствия Небесного, который имеет веру, а жизнь не родит, но равно будет устранен от священных врат его и тот, кто при вере сотворил даже многие знамения, а доброго ничего не сделал. И многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени пророчествовали?» Как неприметным образом Спаситель уже вводит из свое собственное лицо и, кончившись всю беседу, объявляет себя судьею, что наказание постигнет грешников, об этом он объявил выше. А кто будет наказывать, это он открывает уже здесь. Впрочем, не сказал прямо «я буду наказывать», но многие скажут мне, через что внушает то же самое. В самом деле, если бы не сам он был судьею, то как бы сказал слушателям, и тогда многие скажут мне, и я скажу многим, отойдите от меня в тот день. Я никогда не знал вас. То есть не только во время суда, но даже и тогда, когда вы творили чудеса, потому-то и ученикам своим он говорил, не радуйтесь, что бесы вам покоряются, но радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. Да и везде он повелевает иметь великое попечение о жизни. Невозможно, чтобы человек, ведущий добродетельную жизнь и свободный от всех страстей, когда-либо был презрен. Хотя и случится ему впасть в заблуждение, Бог тотчас привлекает его к истине. Но некоторые говорят, что представляемые спасителем люди могут не получать спасения, что они притворно исповедуют Господа. Если так, то Спаситель говорит против своего намерения. В самом деле, он хочет здесь показать, что вера без дел ничего не значит. Распространяя далее эту мысль, он присовокупил и чудеса, показывая тем, что не только вера, но даже и чудеса, никакой не приносят пользы тому, кто производит их. Если нет добродетели, а если бы люди, о которых идет речь, не творили чудес, то Христос никак бы здесь не упомянул о чудесах. С другой стороны, и те не дерзнули бы во время суда сказать ему о чудесах. Да и самый ответ их, и то, что они говорят в виде вопроса, показывает, что они действительно творили чудеса, так как они видят конец, совершенно противные их ожидания. И после того, как здесь по чудесам своим для всех были предметом удивления, а там видят себя определенными к наказанию, то как бы в изумлении и удивлении они говорят, «Господи, не от твоего ли имени пророчествовали? Как же теперь ты отвращаешься от нас?» Что значит странный и неожиданный этот конец? Но пусть они удивляются тому, что сотворившие столько чудес, подверглись наказанию, ты же не удивляйся. Вся эта благодать была ничто иное, как дар подавшего ее, а те ничего от себя не привнесли. Почему справедливые наказываются? Поскольку сделали с неблагодарными и нечувствительными перед тем, который так их почтил, что дал им, хотя и недостойным, благодать чудотворения. Так неужели, скажешь, совершая дела, нечестие, они вместе совершали чудеса? На это некоторые говорят, что они не в то время, когда чудодействовали, вели себя нечестиво, но уже после развратились. И делали преступления. Но это также совершенно противно намерению Спасителя. Он хотел сказать, показать, что ни вера, ни чудеса, ничего не значат без добродетельной жизни. То же и Павел говорил. «Если я имею веру так, что могу и горы переставлять, и знаю все тайны, и весь разум о любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Кто же, спросишь те, которых Иисус Христос, несмотря на их чудотворение, представляет достойными мучения? Многие из веровавших получали дары. Таков был тот, который изгонял демонов, не будучи последователем Иисуса Христа. Таков был и Иуда, потому что и он, будучи злым, имел дар чудотворения. Тоже можно найти и в Ветхом Завете. То есть, что благодать часто действовала на недостойность, для блага других. Так как не все ко всему были способны, но иные вели жизнь непорочную, они имели такой веры. Другие же, напротив, то Господь, как первых через последних, побуждал являть великую веру, так и последних через это несказанный дар призывал к исправлению. Вот почему Господь и давал благодать в великом обилии 278. «Силы многие, — говорит он, — сотворили. Но тогда скажу вам, что я никогда не знал вас. То есть ныне они почитают себя моими друзьями, а тогда узнают, что я даровал им благодать не как друзьям, и что удивятся тому, что он дары благодати дал людям, уверовавшим в него, но не имеющим жизни, согласны с верою, когда он является действовавшим из тех, которые не имели ни той, ни другой. Так Валаам был чужд и веры, и добродетельной жизни, и однако благодать в нем действовала для устроения спасения других. Фараон был такой же, однако и ему Бог показал будущее. Навуходоносору, самому беззаконному человеку, также открыл то, что имело случиться по прошествии многих родов. Также и сыну его, своим нечестием, превзошедшему отца, открыл будущее, и все для чудных и великих дел своего промысления. Итак, поскольку и тогда, при начале евангельской проповеди, нужны были многие доказательства силы Христовой, то из числа недостойных многие получали дары. Впрочем, от таких чудес они никакой не получили для себя пользы, а только навлекли на себя еще большее наказание. Потому спаситель и произнес к ним, произнес, страшно это слово, никогда не знал вас. Так многих он и здесь уже ненавидит, и до суда уже отвращается. Итак, возлюбленные, устрашимся и приложим великое старание о жизни своей, и не станем думать, что мы, не производя теперь чудес, потому сам мы имеем мнение благодати. От чудес никогда ничего не прибудет нам, равно как ничего не убудет от того, что мы не творим их, если только заботимся о всякой добродетели. За чудеса мы сами остаемся должниками перед Богом, а за жизнь и дела имеем Бога должником. Итак, когда спаситель все уже окончил и со всей подробностью предложил беседу о добродетели, вместе с тем показал различия между принимающими на себя ее личину, из которых одни для выказывания себя постятся и молятся, другие приходят в овечьих кожах, третий, которых назвал свиньями и псами, чернят ее, то показывая, наконец, как полезен добродетель из здешней жизни и как вреден порог, и говорит им, и так всякого, кто слушает слова Моисии, и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Вы слышали? Какое понесут наказание те, которые не соблюдают слов его, хотя бы чудеса творили? Теперь вам должно знать и то, какими благами будут наслаждаться не только в грядущем веке, но и в настоящем те, которые повинуются всем словам его. Сказал он так, всякий, кто слушает слова Мои и делает, тот уподобится человеку мудрому, видишь ли, как он разнообразит свою речь. Прежде говорил, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, и тем открывает себя самого. Потом говорит, творящий волю отца Моего, и опять представляет себя судьею. Многие скажут мне, в тот день, Господи, Господи, не от твоего ли имени пророчествовали? И скажу, не знаю вас. Наконец, здесь опять показывает, что он имеет власть над всеми, почему и говорит, всякий, кто слушает слова Моисеи, так как он все уже рассказал о будущем, упомянул и о царстве, и о неизреченной награде, и об утешении, и о всем прочем тому подобном, то после этого, желая здесь доставить своим слушателям плоды, показывает, как сильно добродетель и в настоящей жизни. В чем же состоит эта сила добродетеля? В том, что с ней живут безопасно, не колеблются ни от каких несчастья, стоят выше всех гонителей. Что может сравниться с этим? Этого не может приобреть себе даже украшенные диадемою, а добродетельный достигает. Он один со многим избытком стяжал такую безопасность, в пучине настоящей жизни наслаждаясь великой тишиною. И подлинно. Удивительное дело, что он не в приятную погоду, но во время жестокой бури, при великом смятении и при постоянных искушениях немало не может поколебаться. Пошел дождь, развились реки, и подули ветры налегли на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. Здесь дождем, реками и ветрами он иносказательно называет человеческие несчастья и злоключения. Как-то клеветы, наветы, скорби, смерть, погибель ближних, оскорбления от других и всякое другое зло, какое только бывает в настоящей жизни. Но душа праведного, говорит он, ничем не побеждается. Причина этого в том, что она основана на камне. Камнем здесь Христос называет твердость своего учения. И поистине, заповеди его гораздо тверже камня. Помощью их праведник становится выше всех волн человеческих, так как кто тщательно соблюдает эти заповеди, тот побеждает не только гонения людей, но и козни дьявольские. И что сказаны не одни высокопарные слова, свидетель тому Иов, который при всех кознях дьявольских остался непоколебимым. В том же могут удостоверить и апостолы, которые при устремлении на них всех волн вселенной, и народов, и тиранов, и своих соплеменников, и чужих, демонов, и дьявола, и при всех ухищрениях стояли тверже камни, и все это разрушили. Итак, что может быть блаженнее такой жизни? Это ничто не может нам обещать ни богатства, ни крепости лесной, ни славы, ни могущества, ни другое что-либо. Но одно только стяжание добродетели. Кроме одной добродетельной жизни совершенно невозможно найти другой, которая бы была свободна от всех зол. Свидетели тому вы, вы, которые видите в царских чертогах наветы и в домах богатых мятежи и возмущения, но с апостолами не было ничего подобного этому. Как? Неужели с ними не случалось ничего такого? Неужели не было с ними никакого несчастья? Нет. Но то-то всего и удивительнее, особенно, что они многим подвергались наветам, многие раздражались над ними тучи, и однако все это немало не поколебало их мужество и не повергало их в уныние. Но сражаясь без всяких внешних пособий, они все победили и превозмогли. Подобным образом и ты всему посмеешься, если захочешь тщательно исполнять заповеди Христовы. Стоит тебе только оградиться любомудрыми этими наставлениями, тогда ничто тебя не сможет опечалить. Какой вред может причинить тебе тот, кто захочет коварствовать против тебя, а отнимет у тебя имение, но еще прежде бы и угрозы его повеленно тебе презирать богатство и только отвращаться его, чтобы никогда ничего подобного не просить у Господа. Вернет ли тебя в темницу? Но еще прежде темницы тебе заповедано так жить, чтобы уже распяться всему миру. Злословит ли тебя? Но Христос освободил тебя и тут от печали, когда и без труда твоего заодно незлобе обещает тебе великую награду. И столько сделал тебя непричастным досаде и огорчению, что даже повелел молиться за врагов. Гонит ли тебя и окружает бесчисленным множеством зол? Но тем самым тебе сплетает он блистательный венец. Убивает ли тебя и заколает? И через это опять приносит тебе величайшую пользу, поскольку готовит для тебя мученические награды, ускоряет твой путь в безмятежное пристанище, доставляет тебе случай в получении большего воздаяния и содействует тебе откупиться от общего суда. Это-то всего и удивительнее, что наветующие люди не только немало не вредят тем, которые стараются вредить, но еще делает их через то славнее. Что может сравниться с тем благом, когда мы изберем такую жизнь, одну только добродетельную жизнь? Сказавши, что путь добродетели тесен и прискорбен, спаситель тотчас, чтобы ободрить своих слушателей к трудам, показывает на этом пути великую безопасность и великое услаждение, тогда как на противном пути большую опасность и вред, указанные уподоблениями, он именно показал как награды за добродетель, так и воздаяние за порок. Что я всегда говорил, то я и теперь скажу. Спаситель везде созидает спасение слушателей двояким образом и ревностью к добродетели, и ненавистью к пороку, так как имели быть такие, которые хотя станут изъявлять уважение к словам спасителя, но делами не будут этого доказывать, то он предварительно устрашает их словами, хотя сказано и хорошо, но одного слушания недостаточно для спасения. Нужно еще и повиновение, выраженное делами, и в этом-то преимущественно состоит сущность всего. И здесь оканчивать свою речь, оставив слушателей в великом страхе. Как и к добродетели, спаситель побуждал их не только будущими благами, упоминая о царстве и небесах, неизреченной награде, утешении и других бесчисленных благах, но и настоящими, когда указывал на твердость и непоколебимость камня, так и от порока отклоняет не только страхам, имеющих быть следствий, хотя о посекаемом дереве, огне неугасаемом, затворенном в ходе царствия небесные, а равные словами «не знаю вас», но и настоящими бедствиями, представленными под образом падения Хорамины. Поэтому и речь употребил более выразительную, предложив ее в виде притчи. Если бы спаситель сказал просто, что добродетельный, непреодолим, а порочий скоро изнемогает, то его речь не имела бы такой силы, какую она теперь имеет, когда для выражения своей мысли он употребил камень, дом, реки, дождь, ветры и тому подобное. А всякий, кто слушает все слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Справедливо спаситель назвал такого человека безрассудным. В самом деле, что может быть безрассуднее того, кто строит дом на песке, подъемлет труд, но плода и спокойствия не получает, а вместо того несет наказание. А что и преданные пороку трудятся, то всякому известно. И хищник, и прелюбодея, и клеветник переносят много трудов и беспокоит, чтобы свое нечестие привести в исполнение. Но от этих трудов не только не получает никакой пользы, но еще и терпит великий вред. Так и Павел, намекая на это, и говорит, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Такому-то сеятелю подобны и те, которые на песке строят, как-то на блуде, роскоши, на пьянстве, на гневе и на всем прочем. 282. Таков был Ахав, но не такого Илья. Противоположивший пороку добродетель, мы тем лучше увидим различия между ними. Илья построил дом свой на камне, а тот на песке. А потому и царем будучи, боялся и трепетал пророка, который имел одну только милость. Таковы были иудеи, но не таковы апостолы. Потому последние, несмотря на свою малочисленность и на пребывание в узах, показывали твердость камня, а те при всем своем множестве и вооружении являли слабость песка и говорили, что сделаем этому человеку. И что будем делать с этими людьми? Видишь ли, что в недоумении находятся незадержанные и связанные, но те, которые задержали и связали их. Что может быть в стране этого? Ты держишь и недоумеваешь? Так и должно быть. Так как иудеи все построили на песке, потому они и были слабее всех. Это же было причиной и других слов их. Что вы делаете, желая навести на нас кровь всего человека? Яне 5.28 Что ты говоришь? Ты мучишь и ты же страшишься, ты гонишь и ты же ужасаешься. Ты судишь и сам же трепещешь. Вот как бессилен порок. Но апостолы не так говорили. Не можем мы не говорить о том, что видели и слышали. Видишь ли высокий их дух? Видишь ли камень, посмеивающийся волнам? Видишь ли дом неподвижный? И что всего удивительнее, апостолы не только не страшились всех наветов вражеских, но делались еще гораздо дерзновеннее и своих врагов ввергали в большое беспокойство. Тот, кто ударяет в адамант, сам поражается. Тот, кто идет против вражна, сам прободается и получает жестокие раны. Подобным образом и наветующий добродетельным сам подвергается опасностям. Порок бывает тем слабее, чем более вооружается против добродетели. И как тот, кто берет огонь в одежду, пламя не погашает, а одежду сожигает. Так и тот, кто гонит добродетельных, притесняет и заключает вузы, их через то самое делает блистательнее, а себя самого губит. И подлинно, чем более потерпишь несчастье, ведя строгую жизнь, тем сделаешься крепче. Чем более станешь держаться любомудрее, тем менее будешь иметь нужды. А чем менее будешь иметь нужды, тем более укрепляешься и всех превосходишь. Таков был Иоанн. Почему его никто не мог опечалить? Напротив, он опечалил Ирода. Тот не имел ничего, восстал против властелина. А этот, облеченный в диадему, багрениц и другие бесчисленные украшения, трепещет и страшится лишенного всего, и даже не мог взирать без ужаса на отсеченные головы его. А что Ирод и по смерти Иоанна имел сильный страх, то послушай, что он говорит. Это Иоанн, которого я убил. Лука 9-9. Слово убил показывает, что Ирод не превозносился этим, но украшал свой страх и побуждал свою метущуюся душу припомнить, что он убил Иоанна. Добродетель так сильна, что и по смерти могущественней живых. Потому же и при жизни Иоанновой приходили к нему обладавшие великим богатством и вопрошали его, что нам делать. Столько вы имеете и хотите узнать путь к вашему счастью от того, который ничего не имеет, богатый от нищего, воители от не имеющего даже и дома. Таков был и Илья, почему с таким дерзновением говорил к народу Иоанн, порождение ехиднины, а этот доколе хромать будете на оба колена, этот говорил, убил и принял в наследие, а тот не достоит тебе иметь жену брата твоего Филиппа. Видишь ли камень, видишь ли как легко храмина построена на песке распадается, как легко она уступает напастям, как легко зыблится, хотя бы она принадлежала царю, хотя бы народу, хотя бы властелину. Третий царств 18-21-21-19 Порог последователей своих делает безрассуднейшими, и храмина построена на песке распадается не просто, но с великим бедствием, и падение ее было великое, говорит спаситель. В самом деле здесь опасность угрожает немаловажным вещам, но душе, и при том лишением неба и нетленных тех благ. Но и прежде того, порочный будет проводить жизнь самую несчастную, сопряженную с непрерывными печалями, страхом, заботами и сильным беспокойствами, на что указывает премудрый и говорит «Нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится». Притча 28-1. Действительно, таковые люди трепещут теней, подозревают друзей, врагов, рабов, знаемых и незнаемых, и таким образом прежде вечных мучений еще здесь терпят жесточайшее мучение. Показывая все это, Христос и сказал «И падение его было великое». Таким образом, и настоящими бедствиями, сильно убеждая самых упорных, неверных, избегать порока, он сделал приличное заключение своим благим заповедям. Хотя слово о будущем и важнее, но людей слишком одебеливших, изображение настоящей боли могло бы сдать и отслонить от порока, потому спаситель и заключил свою проповедь с таким изображением, чтобы польза от исполнения его заповедей для слушателей была ощутительнее. Итак, зная все это, как настоящее, так и будущее, будем убегать порока, поревнуем о добродетели, чтобы нам не вообще и не напрасно трудиться, но чтобы и в настоящей жизни насладиться безопасностью и в будущее сделаться причастниками славы, которую все мы досподобимся получить благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.